друзья всем привет многие мои подписчики и люди которые просто смотрят мои ролики интересовались почему же я перестал снимать горизонтальные обзоры вы знаете это очень трудоемкий процесс нужно многое рассказать об объекте о котором ты очень мало знаешь поэтому иногда я перестаю их снимать потому что устаю и отдаю предпочтение маленьким минутным роликом сегодня я снимаю видео обзор дома на продажу своего товарища этот дом 67 квадратных метров на участке 14 соток в садовом товариществе в котором многие люди делают дома жилыми прописываются и живут на постоянном как раз здесь такой дом поэтому если вам интересен этот дом подпишитесь на мой канал напишите в комментариях вопрос который вас интересует или позвоните по номеру телефона который указан у меня во всех описания я начну этот обзор с самого дома потом покажу вам участок и так начиная с прихожей вот такая зона прихожей она уже была пристроена к дому из газоблока а здесь получается дом сам кирпичный старенький дом он со стороны улицы утеплен я потом покажу входная металлическая дверь сюда тоже выведено отопление вот установлен зоне прихожей твердотопливный котел на тот случай когда сильные морозы можно будет экономить на электричестве зоне прихожей установлен шкаф для верхней одежды и мы заходим сюда в эту зону эта зона кухни здесь на полу линолеум ковер лежит потому что у хозяев тут маленький ребенок и они для него постелили вообще в доме очень тепло потому что он кирпичный реально по стенам видно толстые стены вот здесь они все заштукатурены то есть вам остается по сути наклеить оболи покрасить стены и можно вот потолок натяжной поменять полотно здесь такое небольшое окошко установлена раковина здесь есть септик скважина на улице все функционирует здесь правой стороны находится котельная установлен электро щиток фильтр для воды насосы все все здесь работает далее далее в доме один санузел здесь установлен унитаз ванная стиральная машина раковина вот еще есть старая советская печь которая была изначально она тоже функционирует но и особо не пользуется никто потому что доме достаточно тепло здесь освещение хорошее отделан санузел пластиковыми панелями пвх здесь большое окно с видом на участок вот как раз вот эта зона участка она вот пассивная зона отдыха что угодно зона парковки автомобиля с другой стороны я покажу еще со спальни дальше идем зал зал 22 квадратных метра спальня где-то метров 13 вот такой зал в нем два окна здесь тоже достаточно светло люстра включается вот здесь включается люстра выглядит этот зал я думал насчет того что если у вас несколько детей можно при желании будет разделить эту комнату на две части но тогда она станет меньше но при желании это можно сделать потому что здесь 21 квадрат получается где-то сделать 9 квадратов коридорчик с окном и квадратов 12 13 будет комната если нужна отдельная комната дальше у нас вход в комнату которая спальная здесь стены покрашены натяжной потолок люстра очень яркая и вот как я говорил здесь находится ворота и сюда можно завозить свой автомобиль вот там у нас на участке дальше находится баня потом мы посмотрим ее вот такой домик дом получается стоит на кадастровом учете зарегистрирован как жилой дом в нем уже можно прописываться и жить круглогодично поэтому если вы вдруг себе ищите подобный домик который будете использовать для круглогодичного проживания а также вам интересно чтобы был большой просторный участок это как раз ваш вариант давайте посмотрим что у нас на улице как дом выглядит снаружи я вышел на улицу чтобы показать вам как дом выглядит снаружи рассказать про то что есть на участке помимо самого дома ведь стоимость дома складывается из всех совокупных факторов поэтому давайте начнем по порядку и так это забор из профлиста двое ворот ворота номер один ворота номер два при желании можно там поставить машину здесь поставить машину вообще вход в дом находится с этой стороны поэтому было бы сподручнее конечно ставить здесь здесь закатанная площадка асфальтная для заезда автомобиля и рябина такая красивая встречает нас на участке очень много посадок он давно собственности у этих хозяев поэтому здесь все уже выращено яблони там малина все что хочешь есть вот даже песочница небольшая вот на участке здесь сделано там за домом скважина здесь септик куда сливаются отходы потому что дом находится на отоплении там уже есть канализация все работает дом утеплен снаружи фасад не отделан есть мансардный этаж но он получается не функционирует него был вход из дома изначально но его заложили и то есть если пользоваться им теперь то только с наружной стороны делать лестницу но это уже новые хозяева будут для себя смотреть на участке есть теплица вот такой гараж дровник сделан и вот такая прекрасная баня сейчас пойдем ее посмотрим это прям мне нравится сосна не знаю что за сосна так прикольно вот здесь скважина тут раньше держали собачку вот такая большая терраса крытая из террасы у нас вход в баню есть тоже электрика сделано такой предманчик и банька банька большая здесь есть летний водопровод печь такая современная большая лавка окошко обычная баня где-то квадратов я думаю что 45 может быть ну что друзья обошли посмотрели участок 14 соток очень большой участок для садового товарищества тем более сейчас стоимость земли подорожала и ценность большого участка это очень хорошо в нынешних реалиях тем более покажу вам лайфхак небольшой при желании если у вас допустим есть какой-то свой проект своего дома вы можете этот участок поделить на 2 легко у вас получится его поделить потому что смотрите вот этот дом и баня находится вот в этой зоне и вот еще наша зона в которой можно построить например другой дом если вы хотите там допустим чтобы здесь жили родители и себе построить еще один дом так многие делают как раз по градостроительному плану видно что здесь должны быть участки по 6 соток 1 6 соток 2 и еще вот там вот пару соточек вот поэтому спасибо за то что досмотрели этот ролик до конца небольшие итоги ролика подведем что можно как этот дом купить мы пока еще его не оценивали как оценим я обязательно комментариях отвечу на ваши вопросы по его стоимости его можно купить по ипотеке но это 2 2 ипотеки это либо обычная ипотека обычная ипотека сейчас примерно 16 17 процентов да вы не ослышались ставки такие к сожалению но я думаю стоимость будет не сильно большая поэтому там миллион 2 ничего страшного ипотеку взять по такой ставке еще есть сельская ипотека сельская тоже подойдет потому что дом у нас находится сосновском районе но опять же по сельской тоже есть определенные условия которые нужно соблюсти вот ну и за наличку тоже в принципе можно и обмен на квартиру потому что планируется покупка квартиры потом поэтому если вам понравился этот обзор этот формат напишите пожалуйста в комментариях стоит ли мне его продолжать снимать но и подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока увидимся в новых видео